Включаем звук, запись нашу сегодняшнюю и переходим к нашим сегодняшним вопросам. Первонаперво хочу вас поздравить, как и себя, с этими днями, несмотря ни на что, ни на какие козни, слева, справа, на различные осечки. Тем не менее, 29 числа первое событие, первое маленькое событие, но вы видели сейчас, кто успели, запись, которая есть уже, она как бы показывает, куда мы пришли. И это очень сильно радует нас, что мы в этом процессе уже достаточно длительное время и, естественно, создает уверенность для тех, кто только-только подключились к этому. Таким образом, что бы я сегодня хотел вам сказать. Смотрите, последний ролик, который был, он говорил о том, что такое для нас время. Я не устану повторять, я себе это напоминаю время от времени, может быть, я уже такой занудный. Вот, но я и вам хочу напомнить, что нам каждому, каждому нам, независимо от роста, веса, вероисповедания, национальности, от приближенности к одному или к другому крылу какой-либо партии, Господь, Бог или Высшие Силы дают Вселенная, дает 24 часа. 24 часа на нашу карточку электронную, виртуальную записывается, и мы их проживаем. Так, поэтому я просто хочу вам предложить, что задумайтесь над этим. Но что касается нашей темы, то смотрите, 2014 год, совсем недавно, вообще ничего не было. Те, кто сегодня пораньше пришли на вебинар, те увидели, я еще раз повторил ту запись, которая была при закладке капсул времени на 15, 50 и 100 лет. 15 лет это практически 2030 год, 50 лет это 2065 год и 100 лет это 2115 год. Так вот, сегодня мы, кто мы находимся у всего этого процесса, от нас зависит, как мы сами осуществим и проживем отпущенный нам срок, как мы участвуем в этом процессе, в который мы с вами вошли. Это, я бы сказал так, это действительно судьбоносный процесс. Вы знаете, все вроде бы ясно и так ясно, но с каждым днем все больше и больше начинаешь ощущать и осознавать, что это действительно так. Но это не значит, что надо как бы надуваться своей важностью и так далее. Хотя и это можно перед зеркалом себе позволить. Но здесь другой вопрос, дорогие друзья. Дело в том, что мы уже находимся в 2016 году, на завершающем месяце. Сегодня, кстати, начало календарной зимы, с чем я вас тоже поздравляю. Но, тем не менее, процесс идет, и это очень важно. Причем, сегодня мы поговорим с вами об акциях. Этот вопрос возник тут по определенным причинам. Был отзыв о телемоске последнем, что якобы там масло все перепутало, значит, у людей, или у кого-то там в мозгах по поводу акции. И со всех стало неясно. Поэтому я на всякий случай здесь с вами поговорю несколько времени. Мы поговорим с вами, обсудим и послушаем, какие здесь есть вопросы. Но я, значит, позвонил, вернее, общался с разными людьми, поднял старые записи. Я снова пройдусь по тем вопросам, которые, начиная с этого года, до сегодняшнего дня, по отношению к акциям возникали, и они, повторение мать учения, и это не помешает нам, как бы, ну, еще раз пройтись. Мало ли, какой нюанс или какой аспект мы еще раз уточним себе. Вот. В конце я еще сделаю небольшой опрос, покажу. Значит, слышно вообще сейчас или нет? Хорошо слышно, да? А то есть посмотрел, что-то не видно, чтобы там что-то подпрыгивало. Вот. И поэтому мы еще раз тогда посмотрим, что нам для нас важно. Здесь важно еще отметить и то, что, смотрите, каков этот процесс становления нас с акционерами. Я не устаю повторять, я сейчас открою вот эту, как бы, схему. Будучи инженером, я по своему первому, второму образованию, я люблю схемы. Они достаточно ясны всегда, если удается создать ясную схему. Ну, по крайней мере, к этому стремление есть. И по ней все должно, как бы, раскладываться более-менее по полочкам. Что за акции мы обретаем, задают люди. Непонятно. Они привилегированы, не привилегированы. Откуда они возникают? Повторяю, акции мы приобретаем в процессе инвестиций или в результате инвестиций. Акции Евро Азин, Рейл, Скавей, Системс, Фоллинга. Это акционерное общество. Его, это дочернее акционерное общество. Его материнской компанией является Global Transport Investment, которая является держателем пакета всех патентов и ноу-хау, который разработан и автором которой является Анатолий Эдуардович Юницкий. Оценка этого имущества в 400 миллиардов долларов, это является акционерным капиталом Global Transport, объявлено акционерным капиталом Global Transport Investment. Понятно? Понятно. Причем акционерный капитал, ему адекватно созданы акции типа А или класса А. Это простые акции, дающие один голос и 70% таких акций. Можете посчитать, умножим на 0,7, 400, это 280 миллиардов с чем-то. Теперь берем, значит, не с чем-то там, но чуть-чуть больше. И акции Б, 30%, это привилегированные акции, и они дают право акционеру получить дивиденды в первую очередь при получении прибыли Global Transport Investment. Что, какую прибыль? Но они не дают право на общем собрании голоса, на общем собрании акционеров Global Transport Investment. Да нам это и не интересно. Нам главное, чтобы Global Transport Investment получил прибыль 100 миллиардов или 100 миллионов, 20 миллионов, отчислила бы Евразин Рейлс Кавей Системс Холдинг, а уже потом разбиралась, что и как она будет с остальной частью прибыли делать. Для этого в Евразин Рейлс Кавей Системс Холдинг поступает эта прибыль как дивиденды, потому что 15% акций, часть, половина этих акций перенесены как акционерный капитал при создании Евразин Рейлс Кавей Системс Холдинга. Тогда, таким образом, я уточню, я ошибся и сказал вам, что из 100 миллиардов или 100 миллионов, 20 миллионов уходит. 20 миллионов делится пополам, 15% уходит в юнитский корпорейшн, то есть 10 миллионов или 10 миллиардов, и половина уходит в Евразин Рейлс Кавей Системс Холдинг. А потом уже делает Global Transport Investment, смотрит, как распределять и куда направлять в развитие, или куда направлять в какое-то создание, какого-то производство и так далее, направлять остальную оставшую часть. Евразин Рейлс Кавей Системс Холдинг выпустила на 60 миллиардов долларов акции. Стоимостью одна акция 1 доллар. Что это значит? Это значит то, что эта компания эти акции использует для инвестиций, или, скажем, под инвестиции. И поэтому эти 60 миллиардов являются ее акционерным капиталом, и, соответственно, эти акции, они одна акция 1 доллар. И мы, когда мы инвестируем, мы становимся акционерами через определенный механизм, о котором мы еще сейчас немножко поговорим. В первую очередь, и что для нас очень важно, что все инвестиции, которые делаются, они идут в Экотехнопарк. Для чего? Для того, чтобы создать капитализацию, для того, чтобы оценку реализовать, потому что эта оценка условная. Она, говорится, она в том условии, при том условии является адекватной, когда технология сертифицирована. А Экотехнопарк является площадкой, где осуществляется сертификация. Как вы видели на видеоролике, там сейчас уже пошел процесс так называемой сертификации подвижного состава на транспортной структуре. В данном случае мы видели ролик, где подвесной Unibike начал двигаться по транспортной структуре подвесного типа для городского транспорта. Вот как бы коротко об этом. Но почему мы говорим о двух возможностях, когда мы инвестируем и становимся акционерами? Смотрите, значит, дело в том, что первым делом у нас возникает следующая ситуация, что мы можем, почему мы говорим о двух возможностях. Первое. Дело в том, что инвестируя в проект, и если человек сразу заключает, то есть полную сумму сразу проинвестировал и приступает к оформлению договора о получении залога. В данной ситуации у него есть выбор. Он этот залог сразу, там есть приложение в договоре, прошу вас ознакомиться, кто не ознакомился с этим договором. Он находится в документах в нашем кабинете. Называется договор с обеспечением, инвестиции с обеспечением или с залогом. Внутри залога написано, что с обеспечением. И таким образом получаю залог в момент, когда я кликаю, что я хочу получить. Я становлюсь сразу же акционером. Решаю забрать залог, становлюсь акционером. Осуществляется процесс регистрации меня в регистре и занесения в международный реестр. Если я не делаю, как бы, отметки, что я хочу получить залог, то я остаюсь просто кредитором, имеющим гарантию от компании Skyway Capital, для того, чтобы потом востребовать сумму моей инвестиции. Если к тому времени будут какие-то дивиденды, объединяюсь, какая-то прибыль, то и получить определенную прибыль с этого, ну, в свою пользу в рамках моей инвестированной суммы. Разница у двух вариантов есть. Теперь, откуда, значит, они взялись? Вот люди задают иногда вопрос, а зачем так сложно все? Дорогие друзья, это несложно, это очень просто, если разобраться. Но для двух вариантов, два варианта созданы для того и расписаны юристами, чтобы не попасть под определенные требования, международные требования, получение лицензии на операции с ценными бумагами. А залоговые варианты везде возможны. И это подходит под определенные процессы, которые абсолютно не требуют лицензирования. Практически в большинстве стран мира и сейчас, наоборот, начинают приветствоваться, потому что это малые инвестиции, а деньги стоят в банках в застое. И поэтому уже правительство и банковская сфера мировая начинают понимать, что эти деньги пора пускать и пора давать людям возможность, иначе вообще произойдет очень нехороший процесс. То есть я вас не пугаю, а могу вам четко сказать, что что бы там, кто бы не обучал, но эксперты, которые, ну скажем так, постоянно каждый день жуют этот хлеб, они очень четко представляют, что может быть девальвация не во всех странах одинакова, но от 30 до 80-85%. Что такое девальвация от 30 до 80-85%? Возьмем 50%. Очень просто считать. Это значит, что после того, когда будет объявлено и зафиксировано парламентами или там государственными советами стран, которые это проведут, или вынуждены будут это сделать, потому что иначе они стоят на грани банкротства определенных, или несостоятельности платежеспособности, то им люди, которые в этих странах живут, при 50% девальвации, это значит, что имеющиеся у меня 100 долларов становятся 50 долларами. Но как я уже неоднократно говорил, что никто мои не кредиты, никакие обязанности, обязательства перед кем-то не изменят. То есть я как, допустим, у меня кредит есть на 50, допустим, тысячи или на 500 тысяч долларов, то я эти 500 тысяч долларов должен уже дешевенькими долларами оплатить. То есть мне надо уже больше долларов, чем это было раньше. И это очень непросто. Никто цены не девальвирует в магазинах, это тоже поймите правильно. Поэтому этот процесс очень непростой, и поэтому мы здесь запустили вот этот такой как бы двойной, двойной процесс, не двойной, а два варианта. И это дает возможность выбора, что тоже является одним из условий для таких вот инвестиций в венчурные проекты. Значит, еще есть такой вопрос, а что такое дисконт и откуда он вообще берется? Ну, те, кто не знает, большинство из вас, я надеюсь, знает это, дисконт это так называемая стоимость, или вернее значимость моей инвестиции и взаимоотношения между инвестированным долларом и залоговой суммой акции под эту инвестицию. 1 к 100, это значит, что на 1 инвестированный доллар мне адекватно в залоге предлагается 100 долларов, акции на 100 долларов, то есть 1 к 100. Если 1 к 200, то, соответственно, на 1 инвестированный доллар у меня есть залоговая сумма 200 долларов, на 200 долларов, то есть на 200 акций. В нашем случае по номинальной стоимости акций Евразин Рейлс Кови Системс Холдинга. Поэтому это очень важно. Что дают акции? Вот такой вопрос тоже. Ну как, что дают акции? Смотрите, значит, ну, в первую очередь, инвестиционный продукт им является акция, да? Ведь тут еще интересный такой момент. У нас 2 инвестиционных продукта. Один продукт является акцией, которая как бы является, ну, что ли, вторичным по отношению к проекту SkyWay. Первый инвестиционный продукт это SkyWay технология и экотехнопарк. Все вкупе. Тут трудно сказать, что первое, что второе. Все вместе. Это первый продукт. Второй продукт это акции, которые мы получаем в процессе инвестирования через процесс залога, обретения зарога. И поэтому получаемый мною эквивалент под инвестицию. Вот инвестиционный продукт. И получаемый мною эквивалент под инвестицию, это является акцией. Вот. Акции, если взять, что это инвестиционный продукт акции. Право, они дают право владения акциями. Заносится, я заношусь, или кто-то из вас, или любой из вас, заносится в реестр, в регистр международный. И вы являетесь владельцем. Впоследствии, когда акции выйдут на международную биржу, или выйдут на любую биржу, то они становятся, как бы, возникает вторичный рынок. И таким образом можно свое право владения уже более активно использовать. Но, тем не менее, уже сегодня у нас есть право получения выгод с этих акций. Каких выгодов? Первая выгода, это выгода получения разницы все того, что выше той суммы, которую я инвестировал. И это в первую очередь. Во вторую очередь, это все то, что выше номинальной стоимости акции. Понятно, да? Номинальная стоимость акции. Я инвестировал 1 доллар. При дисконте 1 к 100, это значит, что у меня 100 акций возникло в моем пакете. По номинальной стоимости в 1 доллар. И все то, что будет, как только будет выше, это есть моя выгода. Она уже сейчас у меня есть выгода 99 долларов, условно говоря. А в дальнейшем, когда номинальная стоимость в процессе капитализации будет вырастать, то это значит, что и все, что будет свыше 1 доллара, это еще плюс моя выгода. Но тут есть еще одна выгода. Это выгода, которую я получу в виде дивидендов. Все дивиденды, которые я буду получать в дальнейшем, а мы будем их получать, это тоже наша выгода. И тут есть еще третья выгода. Мы можем участвовать этими акциями в будущих адресных проектах. И об этом мы будем с вами говорить. Сейчас не суть в этом. Я не буду туда сейчас более глубоко залазить. Так, когда они дают это? Значит, первое дело. Очень хороший вопрос. Когда? Вот многие задают. Когда, Владимир? Когда? Владимир Маркович, когда? Да. Значит, вопрос в общем. Как только откроется биржа, то уже, пока у нас все это расчетно, виртуально, достаточно виртуально, как только откроется наша внутренняя биржа, вы опять спросите меня, ну когда она откроется? Я предполагаю, что это первая половина или первая даже четверть следующего года. Этот процесс, я неоднократно говорил, он уже как бы назрел, назрел, и он начнется. Я в этом больше чем уверен. Второе. Значит, когда начнется все остальное? Тогда, когда имеет смысл выходить. Об этом декларировалось, что после, значит, сдачи в эксплуатацию экотехнопарка, фактически, да, в какой-то период после сдачи в эксплуатацию экотехнопарка. В большой степени зависит, и это вы можете сами оценить, в большой степени зависит то, когда акции выйдут на биржу, и будет определена, так называемая их уже, международная стоимость в процессе предложения и, как бы, ожидания на покупку, да, то есть купля-продажа начнет осуществляться там, и там они проявятся. Но они появятся там тогда, когда, и зависит будет стоимость от количества уже действующих проектов строительства транспортных систем, строящихся, построенных от цифр, которые получит Global Transport Investment, от цифр, которые получит в данной ситуации, ведь речь идет, будет рассматриваться несколько, будут рассматриваться и экономические показатели «Евразинская Рейс Кавейс Систем Схолдинг», и будут рассматриваться экономические показатели Global Transport Investment. А мы знаем, что Global Transport Investment – это компания, которая является генеральным, условно говоря, или практически так и будет, генеральным подрядчиком всех будущих строящихся транспортных систем. В той или иной степени, в том или ином количестве процентов, но она там будет участвовать, с одной стороны, как соучредитель, а с другой стороны, будет участвовать как, как бы, участвующий в процессе организации процедур, всех работ, связанных с проектированием, с управлением, строительством, с сдачей, с лицензированием, с созданием там разных, целого ряда процедур. Не буду даже сейчас даваться в подробности. То есть, от этого будет все это зависеть. Сколько я буду получать выгоды? Ровно столько, сколько ты инвестировал или сколько я инвестировал. От этого будет зависеть, будет пропорционально моим инвестициям получать выгоды. Если я инвестировал на миллион, то расчет на миллион акций идет в расчет. Значит, если это один доллар на одну акцию прибыли, то можно посчитать. Это миллион прибыли. Если больше, значит, больше, тем меньше, то меньше. Мы когда-то с вами рассматривали вариант, когда расчетный вариант 10,01, то есть, один цент на одну акцию из миллиона, это 10 тысяч, дорогие друзья. И это тоже уже неплохая сумма, если рассмотреть среднестатистический доход населения по многим. Я бы так сказал, более чем по 96% стран нашего мира. Только где-то 4-5% стран мира находятся выше среднего достатка, выше среднего дохода. Поэтому здесь все не так плохо и достаточно хорошо. Значит, налоги. Когда они возникают? Налоги возникают по акциям с момента, когда получается прибыль. Прибыль с чего может быть получена? Прибыль первая может быть получена с разницей между стоимостью приобретенного количества акций и стоимостью проданного количества. Вот с этой дельты надо платить налог в зависимости от тех условий, где, какие условия действуют. Мы говорили время от времени о том, что зачастую действуют условия, значит, действуют условия, которые, например, есть страны, которые говорят, неважно, где ты сколько не заплатил налогов, да, но ты, пожалуйста, отдай разницу. Если ты где-то заплатил 5%, в нашей стране 15%, то отдай еще 10% в нашу страну, разницу, да, минусование. Есть страны, которые как бы не смотрят на это и говорят, да, если тебе пришли деньги уже об уплаченном налоге, то все, ты получил свободные деньги, если там указано, что это оплачено. Если это зачастую в странах, во многие говорят, или законы предусматривают такое, что если эта деятельность осуществляется за пределами страны, то, скажем, и получено с этих проектов доход, с этого дохода оплачены дивиденды, то это оплачены, и они оплачены, с этих дивидендов оплачены налоги в той стране, где зарегистрирована, зарегистрирована акция, то действуют правила и нормативы или нормы оплаты налогов в той стране и все. И то, что ты получил на счет, то это уже не облагается налогом. Но это, дорогие друзья, вопрос будущего. Я хочу вам сказать следующее, что живя в стране, сегодня давайте не будем здесь сильно ломать свои головы, а что и как я в будущем буду платить налоги. Смотрите, в любом случае налоги это тоже мой вклад в благополучие моей страны. И это абсолютно правильно. И если мы к этому будем так подходить, то, скажем, не тяжело этот пластырь от своего тела отдирать. Поверьте мне, в Швеции, я со многими людьми говорил, там налоги платят до 80% с дохода, и они абсолютно, да, жалковато, но что поделаешь, это в Швеции. Но, тем не менее, это все равно выгодно. И там практически уже десятилетие, если не сказать более, действует то, к чему наше сообщество в рамках стран СНГ и бывшего Советского Союза стремилось более 70 лет. Тем не менее, дорогие друзья, пойдем на более, так, то есть по акциям, где я могу их использовать? А, где я могу использовать акции? Ага, где я могу использовать акции? Уже об этом было сказано, что акции можете использовать пока только зарегистрировав их в кабинете. И все. Вы можете их использовать как возможность в будущем войти в адресные проекты. И вы можете, и они не использовать, а то, что вы являетесь акционером, неважно сколько, 100 штук, 100 акций, 10 тысяч акций, 100 тысяч или миллионов. Это дает вам право, являясь акционером SkyWay, независимо от того, в каком вы фонде приобретали эти акции, это дает право вам быть членом, вступить в членство Ассоциации, Всемирной Ассоциации Инвесторов, Предпринимателей SkyWay. То есть, это дает тоже и очень неплохую возможность, дорогие друзья. И что самое главное, я об этом говорил на телемоске, у кого это мимо ушей пролетело, повторю еще раз, и повторение мать учения, не устану повторять, что смотрите, получается так, что все мы, кто мы сегодня, смотрите, все мы, кто мы сегодня инвестируем в так называемую головную технологию, головную компанию, или не головную компанию, а в стартовый пакет 60 кто, вот в эти 60 миллиардов, да, становимся, то при закрытии входа в корневую компанию, или она является корневой, ее называют, это не совсем так, суть не в этом. Но при закрытии, или при, когда иссякнут эти акции, то, как бы, все те, кто будут поступать потом в какие-то другие проекты в адресные, да, они не будут участвовать в этом доходе, который будет приходить сюда в Евразинск, в Рейлск, в Комсоне, в Комсоне, но они будут на нас, кто мы были здесь, работать, подавая свои инвестиции, осуществляя адресные проекты, и, условно говоря, если говорить языком простого обывателя, то я, проинвестировав, просуетившись, поработав здесь, при запуске вот этой технологии через Экотехнопарк, при сдаче Экотехнопарка, впоследствии могу уйти, мягко говоря, на пенсию, потому что все, что будет происходить после этого, это будет работать на нас, кто мы здесь, с начала 2014-го, и по тот день, когда это дело закроется, вход в эту корневую компанию, здесь участвовали инвестиции. Это очень важный аргумент, дорогие друзья, потому что капитализация все равно пойдет дальше, и, как я уже говорил, это идет по геометрической прогрессии. Это показывает все процессы, все индикаторы, которые сейчас мы, как бы, контролируем и смотрим. Так, вот столько вам по акциям. А, вот тут возникает, да, вот все, после закрытия, тут был вопрос, после закрытия Евразен Ревскавейс Систем Холдинг, что будет? Будут следующие проекты, но мы не знаем, каковы будут условия реализации этих акций, и каковы будут условия реализации этих акций. Зачем они нужны? Да, они, скорее всего, нужны будут для финансирования следующих проектов развития технологий Скавейс. Технология на экотехнопарке не останавливается, и об этом говорят все. Я повторюсь только, скажу, что вы же понимаете, что, скажем, сегодня к сертификации подготавливается самый простой вариант. Все те фишки, которые наработаны, все те изюминки, которые наработаны, и они качественно еще больше дополняют или же усиливают этот проект, но они требуют больше сертификации. То есть о них вообще никто ничего не знает. Если их применить сейчас на начальном этапе, то процесс сертификации затянулся бы еще больше и не смог бы быть закончен в следующем году. А это никому не нужно, потому что сейчас главная задача именно сертификация и выход на строительность. А в дальнейшем уже будут улучшаться, будут совершенствоваться, будут вводиться новые варианты мотор-колеса, новые варианты передачи, использования транспортной структуры как логистической системы. Это вообще отдельная опера. Ведь, смотрите, многие могут задать вопрос, почему еще не выставлены все. Видно было там, кто смотрел перископ, там мотался этот самый экран у Сибирякова, там можно было заметить, да, проскальзывал он по структуре, строящейся навесной транспортной системы рядом, то она еще выставляется. Да, потому что отрабатываются технологии, и просто сейчас создать Потемкинскую деревню не имело смысла, и это было бы, скажем так, очень нехорошо. Там отрабатывается сейчас очень интересная новая технология. Новая технология заполнения, значит, пространства, пустотелого пространства, тела рельфи, которая существует и где прокладывается, где внутри находится струнный комплекс или струнный, как бы, пучок. Поэтому этот вопрос решается, и он, скажем так, даст очень большие возможности, и это очень хорошо, это так вот вопрос. Налог будет брать с цены превышающей, да, 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 Евгений, налог берется с цены превышающей номинал акции, это так. Можно еще задать вопрос, спасибо за вопрос, значит, что иногда возникает вопрос, но как, я, скажем, вот простой вариант. Я инвестировал один доллар, но акции у меня возникло залогово 100 акций, 100 на 100 долларов. Значит, не надо ли с 99 долларов платить акций? Дело в том, что это одна из причин, когда мы инвестируем и получаем залог, то, скажем, ценность или стоимость нашей инвестиции является стоимостью залога. В данном случае это 100 долларов. Таким образом, все, что будет свыше 100 долларов, с этого я должен платить налог и денег. С вступлением в силу антиофшорного законодательства пакта, законодательная пакта затронула ли это интерес участников своей зарегистрированного в офшоре? Ну, а насколько я знаю, что антиофшорного законодательного пакта, это же ведь для деятельности в России. Какое здесь имеет отношение? Да, просто зарегистрирована компания в офшоре, мы свои дивиденды не в офшоре получаем, скажем, Global Transport Investment, он участвует и не является единственным строителем будущего проекта, поэтому это никакое тоже влияние не оказывает. Конкретно, если, предположим, этот объект какой-то строится в России, да, и с этого получается доход. Но, извините меня, это никак не влияет на то, что какая-то одна компания является зарегистрированной в офшоре. Если потребуется, то Global Transport Investment может сюда, сюда, вот сюда, смотрите, Global Transport Investment сюда может создать энное количество компаний, которые не являются офшорными, вплоть до того, что она может открыть компанию, которая является 100% ее собственностью для участия в проектах в России. Никакого отношения с офшорными, вообще нет. Соступление с Кайвей, да, там есть еще, нет пока вопросов, тогда пойдем дальше, дорогие друзья. Смотрите, значит, что еще тут у меня спрашивали больше, но тут есть, это уже на следующий раз, пойдем дальше. Восьмой этап, обращу ваше внимание, значит, я так чувствую, что у вас, у многих возник вопрос, что теперь? Было 29 число, ну да, вы слушали вебинар Сибирякова, я, к сожалению, был в пути, не смог краем уха ничего послушать, я был в автобусе, там не ловит, Wi-Fi есть, но он трансляции не дает. Вот, я ехал из Санкт-Петербурга, очень хорошее, кстати, в Санкт-Петербурге предполагалось на предприятии, причем транспортное предприятие, оно занимается, скажем так, установкой автоматики на железнодорожном транспорте и реструктуризация, реновация железнодорожных транспортных систем по всему российскому пространству, от Владивостока до Калининграда. Работы много, и когда мы договаривались, там ребята уже проинвестировали, один, как бы, мой знакомый просил меня в свое время в начале этого года, вот, и впоследствии меня попросили, что придите, вот у нас есть руководство, владелец компании хотел послушать, и предполагалось, что 5 человек будет слушать. Так пришло 15 человек, значит, послушать, и они все сказали, что практически это очень реальная, очень нужная вещь. И когда я им задал вопрос, ну, а вы не боитесь, они говорят, нет, мы здесь видим для себя много работы, потому что мы многое, что умеем делать, вот. То есть, видите, люди очень, как бы, адекватно и очень положительно относятся к этому, и это меня очень сильно поддержало, я вам прямо скажу. Вот, вернувшись обратно, значит, и поэтому я не знаю, о чем там говорил Собиряков, верну свою мысль обратно, чтобы не болтай, голос она, как у овечьих хвостик. Значит, смотрите, что дальше? Как я это дело вижу? Я ни с кем не смог переговорить, это, скажем, результат моего, как бы, восприятия процессов и реальности, к которой мы сейчас находимся, и тех, как бы, обрывков обмена сегодня в процессе, ну, в рабочем процессе с своими коллегами из Капитала. Ну, смотрите, что, значит, вполне реально, что в ближайшее время произойдет переход, он не произойдет так быстро, как можно было предположить на девятый этап. Очень важно хорошо отработать восьмой этап. Теперь ожидать каких-то поблажек, каких-то больших подарков, нам все то, что нам сейчас дано, надо считать и воспринимать как подарок, потому что это действительно дорогие друзья так. Смотрите, на восьмом этапе, на крыльце сидели, первое, 700, 7,5 миллиардов долларов, это ввод акций под инвестиции, под инвестиции в 20 миллионов долларов. Понятно, да? На что эти деньги, 20 миллионов долларов пойдут? В первую очередь, в завершении создания рабочей документации трасс городского транспорта. Вы скажете, ну, мы же уже давно, это все. Нет, дорогие друзья, дело в том, что как только начинается сертификация, основная часть документации, технической документации, технологического описания, технологических карт, должна быть составлена. И в дальнейшем в процессе сертификации туда, как бы, производится дополнение и в конце принимается решение, что теперь это, как бы, городской транспорт под весной, который мы видели вот здесь на ролике, или на весной, который мы увидим в ближайшее время, он готов к осуществлению, проектированию уже, как бы, в реальных условиях каких-то транспортных структур. Продолжение проектных работ и начало разработки новых средств. Масса новых средств есть, это все идет. Много в промежутке, посмотрите, зайдите в личный кабинет, не поленитесь, откройте описание 15 этапов, там большинство этих вопросов все описано. Не поленитесь. Продолжение работ с заказчиками адресных проектов со всего мира, целью заключения предварительных контрактов. И предварительно, одним из них является Австралия, предварительный контракт уже давно заключен, сейчас идет отработка, и есть все основания предполагать, что, или полагать, что, скорее всего, они уложатся даже в график, который сначала, как бы, поплыл, предполагалось, что это будет, скажем, отодвинется на 3-4 месяца. Появились сейчас сведения в Минске, что проект более-менее уложится, и в первую половину следующего года в Аделаиде, в Фландерском университете проект будет сдан в работу, то есть там поедет тоже первый юнибус, извиняюсь, юнибайк. То есть этот процесс идет. И это все, дорогие друзья, является нашим ресурсом, нашим ресурсом, нас как инвесторов, нас как владельцев акций. И поэтому я еще раз поворачиваю вас лицом, кто вы меня слушаете и кто не слушаете, когда идете кому-то объяснять, поверните их тоже лицом в эту сторону, то смотрите, какой мощный капитал, какой мощный ресурс существует в системе технологий Skyway. В первую очередь масса возможностей инвестирования. Это возможность создания адекватных систем или структур, извиняюсь, через многоуровневой маркетинг, но многоуровневой маркетинг его заерзали, как и понятие пирамида, хотя это все естественные вещи. Поэтому от того, что на заборе плохое слово написано, не значит, что еще забор такой, понимаете? Все зависит от того, как забор или ограда используется, для чего она используется, так и здесь. Для чего MLM используется? Это современнейший механизм продажи, продвижения информации. Вот, и мы этой системой пользуемся, но пользуемся не для продаж, а пользуемся для продвижения и привлечения инвестиций. Механизм вполне срабатывает, все зависит от того, какой у нас маркетинговый план. А здесь, чтобы узнать, какой он, опять-таки, зайдите в свой личный кабинет, откройте или поучаствуйте в вебинаре Инеты Анджаны, в вебинаре, который ведет Инета и Ирина Волкова, они очень хорошо и очень доходчиво об этом говорят. И как этим маркетинговым воспользоваться, как осуществить свой или составить и построить свой план инвестирования, и как с этим работать. Так, есть вопросы? Нет, во-первых, нет, спасибо. Ну вот, и таким образом это наш ресурс, и почему им не воспользоваться? Что проще, значит, мне в Питере один из людей, который работает на этом предприятии, о котором я вам говорил, он потом, когда мы там закончили, он мне задал вопрос, говорит, что, ну, Владимир Маркович, скажите, пожалуйста, вот, смотрите, у меня тут, я сейчас просто вынужден здесь работать, потому что по своей специальности я автоматик, но я тут было, вляпался в бизнес, я говорю, а какой бизнес вы открывали? Я, говорит, открыл кофеюшник, значит, он вроде бы сначала пошел, а потом начали разворовывать, значит, растащили, вот, я попал в убытки, сейчас оплачиваю долг, кафе уже закрыто, у меня уже, говорит, все забрали, но я еще оплачу неоплаченную аренду, вот, то есть на мне повисли долги, и это был бизнес, то есть человеку нужно было купить, обеспечить, значит, так называемый, ликвидный поток денег, то есть для закупок товаров, для того, чтобы что-то изготовить, платить постоянно аренду, мы независимо от того, делаешь ты что-то или не делаешь, это надо делать, а тут вам предлагается бизнес, в котором, ну, только за квартиру надо платить, и надо платить за использование интернета, все, и, естественно, смотреть, сколько у вас на вашей карточке выданной вам на 24 часа на каждый день, сколько из этих часов вы привлекете и переложите именно к этому бизнесу, что тут такого, значит, плюс создается командный взаимно заинтересованных людей, направлено на один бизнес, я рассказал Ивану, рассказал Марии Павловне, они заинтересовались, они стали моими коллегами, моими партнерами, я заинтересован в том, чтобы у них развивалось, они заинтересованы во мне, чтобы я им передавал эту информацию, чтобы мы вместе продвигались, и когда мы все вместе создаем еще и региональную команду, то кроме того, что мы в кабинете получаем какой-то доход, мы еще и как региональная команда можем получать определенный доход, но как этим не воспользоваться, дорогие друзья? Если я просидел дома и проковырялся в носу, что-то не поделал, да, я за компьютер должен оплатить, за квартиру я должен оплатить, за машину, на которой я буду оплачивать, но я недополучу что-то, у меня нет рисков провала, риск моего провала в том случае, если я не буду действовать. То есть, смотрите, одно дело подходить к этому процессу таким образом, что мы все, мы все купили и сидим, ждем, как акционеры, да, другие инвесторы будут, допустим, те, кто системы, структуры создают, будут работать, а я сижу и поплевываю потолок, это один подход, но как только я подставляю плечо, я усиливаю поток привлечения инвестиций, куда он идет, он не кому-то в карман идет, он идет в экотехнопарк, то есть мы продвигаем технологию, тем самым я опять-таки вместе с другими создаю свое благополучие, ну что еще лучше может быть, дорогие друзья. Таким образом, это мощный ресурс, именно который касается акций и который касается тех инвестиционных пакетов, которые у нас существуют, но есть еще и горизонт инвестирования транспортные адресные проекты, 1, 3, 5 лет, 15 лет, на 1, 3 года это почти 200 миллиардов долларов, почти 200 миллиардов долларов, это 50 тысяч и более километров дорог. Разве это не ресурс? Разве эти адресные проекты не ресурсы? Я не очень, я так вот могу сегодня сказать, что в особенности на первых этапах, на первых этапах возникновения будущих адресных проектов, будет возникать целый ряд, ну то есть будет возникать потребность в инициаторах адресных проектов. А кто, как не мы, лучше всего можем это дело организовать? Пожалуйста, это ресурс. И теперь два слова об ассоциации, потому что время уже течет очень быстро. Всем понятно, Global Transport Investment, мы становимся инвесторами, Skyway Capital в данной ситуации рассмотрено, да, у нас возникают структуры, если кто-то из нас, а я рекомендую рассмотреть этот вопрос, как я инвестор, пользующийся механизмом MLM, это очень перспективный механизм. Эксперты мировые все предвлекают ему в ближайшие 20-25 лет мощный, как бы, ну, взрывное использование. Потому что все розничные, все оптовые поставки будут, как бы, ну, сворачиваться. Это в торговой сфере. Плюс остальные все механизмы продвижения каких-либо, ну, скажем, продуктов на рынке и общения с потребителями. Создаем структуры, мы инвесторы. Но есть и акционеры. Но, скажем так, что большинство из нас все-таки инвесторы, но, тем не менее, мы все и акционеры. Евразин, Релсковейс Систем. Через процесс инвестиций. Здесь еще у нас большой резерв, о котором тоже мы говорили. И это позволит нам в будущем еще сюда возникнуть целый ряд инвесторов. Таким образом, дорогие друзья, сегодня у нас более чем в 120 странах уже существуют инвесторы мира. Это только в капитале уже больше 100 тысяч инвесторов. А всего по миру почти 360-350, в зависимости от того, как их считать, людей, которые хотя бы один раз проинвестировали в технологию Скайвейс. Это мощнейший механизм, дорогие друзья. Поэтому всем объединять интересы, возможности, потенциал инвесторов, к этому будет призвана, и для этого готовится ассоциация инвесторов-предпринимателей Скайвейс технологии. Я здесь буквально два слова пройдусь, потому что, когда я определяю, что инвестор-предприниматель, я могу быть просто инвестор, тогда я просто акционер, ухожу сюда. Когда я инвестор-предприниматель, то я использую вторую возможность, или первую возможность. Создаю свой бизнес, создаю свою структуру, формирую команду, повышаю компетенции. Если у меня нету своих компетенций, если я не способен создавать структуру, обратитесь к верхней линии. Если она не способна, обращайтесь к линии верхней линии. Если она не способна, обращайтесь выше. Вы получите компетентный ответ, компетентные рекомендации, консультации, и вы поймете, куда и как можно идти дальше. Как можно создавать свою структуру, не стесняйтесь. Это проще, это надежнее, это меньше риска, чем тем, чтобы каким-то другим бизнесом заниматься. Поверьте мне на слово. Получая поддержку ассоциаций. Вот ассоциация это тот механизм. Вы скажете, ну хорошо, а чем мы сейчас занимаемся? Да, но мы занимаемся, дорогие друзья, по мере нашей возможности. Ведь то, что мы ведем вебинары, они абсолютно на добровольческой основе. Взялись, ведут люди, за это ничего не получают, это не оплачивается. Потому что, извините меня, капитал, то есть площадка, которая это организует, у нее нет средств на такие вещи. А мы понимаем, что это надо все продвигать, это надо информацию передавать, надо с людьми делиться компетенциями, информацией, чтобы люди были постоянно как бы в процессе развития. Поэтому, ассоциация всемирная, когда мы акционеры и инвесторы, предприниматели объединились, у нее возникает мощный механизм, она может создавать отдельные структуры, которые будут на это работать. Она может уже привлекать и различные гранты, чего мы не имеем права сегодня делать. Поэтому здесь очень большой потенциал. Получаю поддержку ассоциаций по многим вопросам. Мы с вами в начале года говорили об так называемой школе или курсе, или об Академии Новой Евразии, что мы запустим модули обучения инициаторов и будущих руководителей компаний, управляющих компанией адресными проектами. Это все непросто. На такой бизнес нужно направлять. А ассоциация этим может заниматься. У Capital, она это нет ресурса. Веду бизнес-инвестора MLM. Об этом мы уже говорили. И второй вариант, если я просто А. Самый лучший вариант, когда я сочетаю то и другое, оно опять-таки создает синергию у меня внутри. То есть одно поддерживает мою внутреннюю семейную синергию. Я создаю портфель акций, он дает возможность моей кооперации. Я коперирую здесь и коперируюсь уже в проектах. Вхожу в ассоциацию, активизирую свои акции через адресные проекты, инициация адресных проектов. Я ближе к информации, я начинаю и этим предпринимательством заниматься. Здесь напрягавшись, и вдруг, ну, не все люди расположены к MLM. Я прекрасно понимаю, я тоже не специалист, и мне это не понутру. Ну, могу заниматься, но для меня будет принудиловка, понимаете, заниматься многоуровневым маркетингом. Но я с превеликим удовольствием инициировал бы адресные проекты. Я сейчас здесь работаю по мере возможности, поддерживаю, передаю что-то, поддерживаю людей, которые в моей структуре нижних линий. Но я-то смотрю, косю всеми своими четырьмя глазами, двумя очками или двумя стеклами, двумя глазами. Как только здесь пойдет, и я потихонечку сюда все равно работаю, я сюда направляю. То есть здесь, дорогие друзья, очень большой потенциал. Это то, что касается предпринимательских возможностей. Теперь смотрите, что дальше. Это я потихоньку вас готовлю, то есть я прокатываюсь катком постоянно, поэтому вы лучше меня извините. Мало ли что, чтобы не возникало потом вопросов. Давайте пройдемся еще. Что такое ассоциация? Добровольное объединение. Это не коммерческая организация, которая может создавать коммерческие. Это организация, защищающая интересы инвесторов, акционеров Skyway. Как? Да по-разному. Там будут консультанты по юридическим вопросам. Вы знаете, какая масса бывает, вот как-то наплывами, бывает прямо масса вопросов именно так называемого завещания, передачи, дарения и так далее, и так далее. Ведь как в любом бизнесе, как в любом деле, возникают же ведь различные как бы фирмы, однодневки или те, которые пытаются кого-то надуть. Поэтому только все надо будет делать через ассоциацию, потому что ассоциация гарантирует, ассоциация страхует и так далее. Вот только пару функций, о которых я сказал. Сообщество, пропагирующее возможности и ценности технологии Skyway. Пожалуйста, это святое дело, это абсолютно возможно. Наряду с Capital будет пропагировать и эти вопросы, создавать международные конференции, продвигать и как бы давать информацию о возможности. Потому что мир еще, как бы он с одной стороны готов, но с другой стороны он затихарился и не способен принять, потому что много что надо изменить. Не способен принять новую технологию, это факт, дорогие друзья. Вот задача ассоциации, что такое ассоциация через вот это осуществление определенной деятельности. Что дает ассоциация? Помогает создать свой бизнес, помогает реализовать стратегию управления своими акциями, обеспечивает правовую и так далее, организует необходимую переподготовку и обучение. Пожалуйста, вот где можно все это делать. Возможность копирироваться и участвовать в транспортных проектах, обеспечивает возможность участия своими акциями в адресных проектах. Почему нужна? Я уже говорил, не буду здесь толдычить еще. Я сейчас уже готовлюсь ответить на ваши вопросы, так? Но, смотрите, вернемся еще к одной вещи. Коль адресные проекты, они для нас очень важны. То, что существует целый ряд этапов адресного проекта. И вот до конца третьего этапа, до конца третьего, вот он третий этап, нулевой, первый, второй, третий, четвертый. Практически до половины, до входа в четвертый проект. Раньше инвесторы редко тогда возникнут. Если они возникнут, то вас они отодвинут. Если же ассоциации, в ассоциации мы вместе проведем, начнем осуществлять подготовку и инициации адресных проектов, то есть инвестиции, мы должны обеспечить инвестиции до 30% от стоимости адресного проекта. Не только мы, а вместе с Global Transport Investment и с компаниями системы, корпорации Skyway. И тогда мы уже вот на этом этапе здесь, проведя вот все эти работы, сегодня будем разбираться, мы можем этот проект продать полностью или на каких-то условиях ввести сюда инвестора. Видите? Ввести сюда инвестора, чтобы дальше уже четвертого этапа проектно-изыскательный. То есть здесь принимается решение об дальнейших инвестициях, инвестиционной пригодности проекта. Это абсолютно черный сценарий, когда мы вели-вели-вели работу, и вдруг здесь проявляется, что проект не реализуем. То есть нет инвестиционной пригодности. Но поверьте мне, мой жизненный опыт показывает, что нет таких проектов. Значит, были заданы какие-то исходные условия, которые не учитывали каких-то факторов. И проект можно все равно выровнять. И если он был задуман, то его дальше осуществить. Но займет еще какие-то определенные затраты. Поэтому вот такова, дорогие друзья, реальность, в которой мы находимся. Дальше. По акциям. Так, это уже не касается акций. Это тоже не касается акций. Да, это все касается. И вот пару слов еще по поводу ассоциаций. Смотрите, значит, откуда у нас будут акционеры в ассоциации. Это не только мы с вами, это предприятия или юридические лица. Это производственники, различные производственники. От производства металлоконструкций до различных, значит, запасных деталей. Массы всего, что надо производить. Не обязательно это нам самим делать. И они одновременно могут стать и будут становиться акционерами. Это строители, это поставщики всевозможных комплектующих, которые нам нужны. Это грузоперевозчики, которые понимают и хотят перестроить свои грузопотоки. Это логистика или логисты, которые, логистические компании, которые обеспечивают движение. И ведь, извините меня, если мы создаем транспортную структуру, которая... Вы же понимаете, какова себестоимость реализации перевозки определенных грузов на наших SkyWay грузовых трассах. Они в первую очередь должны быть заинтересованы. Это их бизнес. Туризм. Это, пожалуйста, масса возможностей, начиная от Венебайка и заканчивая высокоскоростными трассами. И плюс соответствующие ассоциации и союзы, которые призваны вот все этих... Только эти сферы. Тут список мог бы быть за пределы еще. Которые призваны для того, чтобы обеспечивать их работу, их жизнедеятельность. Они для этого их создают. Точно так, как мы создаем свою ассоциацию. Это акционеры. Раз. Вы понимаете масштаб, дорогие друзья? Частные лица, кто мы есть? Инвесторы, предприниматели, акционеры. Вот мы акционеры. Это Академия Новой Евразии. Начнет обучение в рамках ассоциации. Она сама становится акционером, входит сюда и является здесь работой. Через ассоциацию входит в процесс обеспечения интересов акционера. Различные другие структуры. Пилотное производство. Масса пилотных производств понадобится в будущем. Тоже акционеры. И далее. Сама ассоциация, что создает. Коммерческие компании. Инвестиционные платформы. И может быть не одну, кроме капитала еще надо будет создать. В зависимости от того, в какой стране какие условия. Страховые компании или фонд, который возьмет на себя функции, банковские функции. Это центр инвестирования и управления адресными проектами. Это банк Новой Евразии, может быть назовем ее так. Может быть это будет одно и другое, одно и то же. Центр обучения и переподготовки. Тут еще можно много чего как бы внести. Но таким образом мы видим, что масса возможностей и это все нужно делать. Время истекло. Смотрите, дорогие друзья, значит, сейчас если есть у вас вопросы, давайте вопросы. Но я вам сейчас еще дам возможность заполнить. Извиняюсь. Так, не туда нажал. Открыть. Пожалуйста, заполните. Кто из тех, кто вы сейчас здесь на площадке находитесь. Значит, здесь проставьте. Вы акционер, сколько из вас акционеры. Значит, сколько у вас акций на миллион акций. Прошу, потрудитесь. Кликните на соответствующую, допустим, вы акционер. Да, я акционер. И поехали. А пока я буду смотреть, значит, какие у вас есть вопросы. Так, есть ли вопросы, дорогие друзья? Пока вы тут знакомитесь с опросником. Вопросов нет. Ага, прочитали. Отлично. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы могли с вами несколько оценить статистику. И в зависимости от этого подстроить, значит, последующие вебинары и сделать выводы, как это лучше проводить. А я пока вас поблагодарю всех за участие в сегодняшнем вебинаре. Приглашайте, не стесняйтесь, приглашайте своих людей, которых вы видите, что необходимо пригласить. Будут вопросы, я готов на любые вопросы ответить, потому что есть очень интересные моменты, которые люди задают по акциям. Люди все грамотнее и грамотнее хотят стать и становятся, и это очень важно. Так, что у нас тут есть? Почти все ответили. И еще вам напутствие, прежде чем я закрою сейчас свой разговор с вами. Дорогие друзья, будьте внимательны к себе. Пожалуйста, независимо от того, в каком бы фонде вы ни находились, доводите, пожалуйста, до конца оформления вашего присутствия, вашей, ну как бы, собственности в реестре акционеров Евразия, Рейл, Ковей, Систем, Сколдинг. Сделайте это, независимо от того, где бы вы ни были. Доводите процесс до конца. То, что вы подписали договор, еще ничего не значит. Есть целый ряд небольших процедур, которые необходимо провести для того, чтобы быть туда внесенным. Убедитесь в этом, что вы там есть. Если есть вопросы, задавайте их. Да, Татьяна, и я надеюсь. Они помогают, потому что многие люди понимают эти вебинары. Они как раз и служат для того, чтобы у людей была бы информация, чтобы люди понимали, что это не пирамида, что это реальный, социально-экономический, масштабный, всемирный уже процесс, проект. И мы участвуем в этом. И вот эта сопричастность, она дает нам силу, она дает нам уверенность. И это очень важно, дорогие друзья, чего нам сегодня, к сожалению, не хватает зачастую. И такова моя задача, и чего я и вам желаю. Спасибо всем за участие. Ага, как, все, спасибо. Спасибо, друзья. Так, Владимир, разъясните, пожалуйста, при покупке пакетов, не при покупке, Марина, при инвестиции, при обретении пакет-акций, мы подписали договоры к акциям, где указано, что документы представлены инвесторам, копия паспорта должны быть заверены. Нет, дело в том, что сейчас не надо их заверять у нотариуса, договоре так написано, да. Достаточно того, что они есть. Вопрос в том, что когда вы будете потом, это почему нужно, когда вы потом будете, допустим, требовать акции из международного реестра, то тогда, чтобы удостовериться, что Иванов есть Иванов, нужно будет подтверждение нотариального подтверждения этого документа. Ранее этой необходимости, юристы не видят этом раньше, необходимости. Но этот пункт занесен там. Партнеры выслали копии без заверения. Ничего страшного, Марина, что вы выслали. Что по совету сделать или сейчас, пока не надо? Нет, не надо пока, понятно, да? Я ответил на ваш вопрос. Все, спасибо. Так, второй. По опроснику. Вкладывая в корневую, как в дальнейшем лучше их использовать? В Capital их как или как? Олег, что это? Так, я не понял ваш вопрос. По опроснику. Вкладывая в корневую, как в дальнейшем лучше их использовать? В Capital или как? Не понял, все равно не понял. Туповат ли? Олег, поясните свой вопрос. Значит, Евгений, вы можете на себя взять, но переоформить на друга вы сможете тогда, когда появится вторичный рынок. Вы можете просто ему тогда или подарить, или же, значит, есть секрет, конечно, вы можете на него оформить, как я уже говорил, вы, вероятно, это не слышали, оформить на него так называемую, значит, доверенность, нотариальную доверенность на право пользования, пожизненное право пользования. Значит, 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 или бессрочное право пользования, право владения акциями. И тогда дает право, у вас, от вас это право уходит, ему это право обретает, он может делать любые операции с этими акциями. Но это материальный договор, и там есть нюансы, как это оценивать лучше. Но лучше пока это не делайте. Александр Сыктывкар, я из РСВ. Да, Александр. Очень приятно, что вы из РСВ. Это наша компания. Мы с ней работаем. Рука об руку, плечо в плечо, локоть к локту. Так. Продолжение следует...